Иногда бывает так, что установление контакта с тем или иным человеком является самой большой ошибкой. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым! Сегодня, уважаемые мои подписчики, уважаемые мои коллеги, мы продолжаем разбор нашей книги Марка Голстона. И сегодня мы разберем такую тему, как ядовитые люди. Марк Голстон рассказывает в этой главе одну очень интересную такую ситуацию, что в какой-то определенный период времени его жизни произошла такая ситуация, что он попал в больницу. И после того, когда он делал анализ того, что произошло, он понял, что его здоровье пошатнулось именно из-за тех людей, которые причиняли ему эмоциональную какую-то боль. И вот Марк Голстон говорит, и после того, как я вышел из больницы, я принял решение, что я поменяю полностью окружение, которое сегодня существует. А именно, избавлюсь от тех людей, которые, говорит, для меня являются ядовитыми. И здесь Марк Голстон нам говорит о том, что существует три вида развития событий для того, чтобы избавиться от таких вот людей. Ну, изначально, естественно, он говорит, чтобы мы должны принять решение избавиться от таких людей для того, чтобы не рушить свою собственную жизнь. И три способа для того, чтобы от них избавиться звучат следующим образом. Способ первый. Прямая конфронтация. Способ второй. Нейтрализация. И способ третий. Изоляция. Но так как мы все-таки с вами о переговорах, и так как все-таки я большую часть своей рабочей деятельности вложил именно в риэлторский бизнес, я скажу следующее. Когда я был риэлтором, я очень часто сталкивался с людьми, которые действительно постоянно негативят. Я говорю про клиентов. И когда ко мне люди приходят на обучение, либо на консультацию по работе с покупателями и с продавцами, я им всегда говорю следующее. Научитесь квалифицировать клиентов. Что значит квалифицировать клиента? Первое. Это понять, это реальный клиент или нет. Второе. Если это даже клиент реальный, готов я с ним работать или нет? Приведу пример. Бывают клиенты нереальные. Они просто пока собирают информацию. То есть на данный момент времени это не те люди, в которых стоит вкладывать все свое время. Их стоит отложить в сторону. А есть другая категория людей. Они клиенты вроде бы реальные, но они самые настоящие мозгоделые. И их умозаключение не совпадает с нашим умозаключением. Поэтому таких людей мы просто-напросто отсекаем для того, чтобы не тратить на них свои нервы и время, а заниматься тем, чем нужно. Если вы хотите побольше узнать о квалификации клиентов по телефону, приходите ко мне на консультацию. Я максимально подробно вам все по полкам разложу. Чтобы прийти ко мне на консультацию, просто переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Ну а теперь давайте мы разберемся с примерами, которые нам дает Марк Голстон. Точнее с инструментами. Первый инструмент это прямая конфронтация. Ну вы знаете, мне кажется, что это наверное самый действенный способ, чтобы отшить тех людей, которые портят нам нервы. То есть прийти и просто-напросто в лоб ему сказать все, что нас не устраивает. Понятно дело, что мы благодаря этому вызовем человека на конфликт. Мы с ним разругаемся и он больше к нам подходить не будет. Но такой инструмент, естественно, потянет за собой наше эмоциональное расстройство. Теперь давайте рассмотрим второй инструмент. Нейтрализация. То есть наша задача нейтрализовать себя, свое пространство и этого человека таким образом, чтобы мы с ним никак не сталкивались и не встречались. Чтобы у него не было возможности на нас, грубо говоря, нападать и отравлять нашу жизнь. А третья рекомендация, третий инструмент это изоляция. Либо, если есть возможность, изолировать этого человека от себя, либо изолироваться самому от этого человека. Например, если это у нас происходит на работе, то подойти к руководителю и сказать, уважаемый Иван Иванович, сделайте, пожалуйста, все возможное для того, чтобы я с этим человеком больше не сталкивался. Ну, либо это там в других каких-то вариантах. Я со всеми, с этими тремя инструментами согласен. Считаю, что они действительно рабочие. И точно так же я согласен с тем, что от людей, которые брызжут ядом, и мы из-за этого страдаем, нужно бегом бежать и даже не задумываться об этом. Но лично я для себя сделал именно такие выводы. Тут же, конечно, советчиков много, но решение в любом случае принимать вам. Стоит вам дальше общаться с такими людьми или нет. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, уважаемые мои подписчики, за то, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok